Доброе утро, ребята! Всем привет! Так, Серёжа, я сильно хочу поработать, да! Рассказывай скорее, что мы сейчас будем мастерить! Давай! Ой, Мишутка, не знаю даже, мне как-то сегодня всё лень, ничего не хочу делать. Как это лень, а? Ты что, ленивец? О, кстати, Мишутка, ленивцы это такие животные, и они вовсе не ленивые, они просто очень медлительные. Ну? А я не знаю таких животных. И вообще, если ленивцы медлительные, значит ленивые. Да, Мишутка, медлительные, но не по причине лени. Кстати, ты подал мне отличную идею, давайте сегодня смастерим ленивцев. Так, что нам может понадобиться? Я тут посмотрю на нашей полке. Так, 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 о, вот это пригодится точно. Это что такое? Очень хорошо. Так, это я тоже беру, цветной картон, прищепки, прищепки. Бери! Брать? Бери. Я думаю, пригодятся. Всё пригодится. А если пригодятся, пускай полежат. Наверное, хорош у нас получится ленивец. Обязательно, Мишутка. Да, и заодно побольше узнаем об этих животных. Ой, Серёжа, я уже ж на рад, что ты перестал лениться. Спасибо большое. Да, у меня появились энтузиазм и вдохновение. Ребята, приготовьте картон тёмно-коричневого и светло-коричневого цветов. Чёрную, белую бумагу. Клей-карандаш. Вот такую веточку. Пластиковые глазки. Вот они лежат у меня в коробочке. Прищепки. Побольше и поменьше. Ножницы. И клей-пистолет. Серёжа, Серёжа, а зачем нам ветка? Ветка? Ну, на ней наши ленивцы будут висеть. Интересно, интересно. Мишутка, давай у нас будут мама и детёныш. Сначала вырежем из картона большое тело мамы-ленивцы. Так. Вырезаем. Вырезаем, ребята, вот такую продолговатую деталь. Мы должны предусмотреть, в какой части у нас будет голова, а где туловище. Приблизительно вот так. Вот. А где будет голова? Вот голова, а вот туловище. Отлично. А детёныш у нас будет такой же формы, только поменьше. Кстати, Мишутка, а ты знаешь, что эти животные медлительны, потому что они экономят энергию? Они едят листья, в которых мало калорий. И ещё переваривают их целый месяц. Целый месяц? Ммм, так долго? Да, Мишутка. Поэтому силы они и понапрасну не тратят. Теперь вырежем тело ленивца малыша и другие детали. Возьмём картон посветлее. А это что будет? Тело только светлое? Нет, нет, нет. Тело малыша у нас по форме будет точно такое же, как тело мамы. Только поменьше. Видите? Все контуры я повторяю. Вот. Готово. Кстати, Мишутка, а тебе известно, сколько времени ленивцы проводят на деревьях? Ну, нет. Тогда давай это узнаем прямо сейчас. Давай. Ленивцы – удивительные создания. Это самые медлительные животные на Земле. Они проводят на деревьях практически всю жизнь. И слезают с них только в случае крайней необходимости. На дереве они спят, едят и растят детёнышей. У ленивцев большие длинные лапы с двумя или тремя когтями, которыми они крепко хватаются за ветки. А шея животного способна вращаться на 270 градусов. Так ленивцу удобнее видеть всё вокруг и дотягиваться до всех листьев. Смотри, Мишутка, я вырезал все детали. Молодец, Серёж, молодец. Быстро. Теперь мне кажется, их надо склеить, да? Конечно. Давай. Будем использовать клей-карандаш. Берём мордочку и приклеиваем вот сюда, ребята. Точно так же приклеиваем мордочку малышу. Пока ничего не понятно, но я думаю, в дальнейшем всё прояснится. Да, скоро и ты, ребята, вы всё увидите. Дальше приклеиваем чёрные детальки вот сюда. А это глазки? Да. Я думаю, ребята, вы обратили внимание, что у ленивцев есть такие забавные полоски вокруг глаз. Да, да, интересные полоски, интересные. Да, вот их мы и приклеиваем. Так это не глазки, а полоски? Нет, это именно полоски, Мишутка. Ага, а я думал, глазки. Глазки мы будем использовать пластиковые. Они вот здесь в коробочке лежат. Побольше для мамы и поменьше для детёныша. Слишком большие глазки не берите, ребята, потому что вокруг них всё-таки должны быть чёрные полоски. Вот так. Глазки поменьше для малыша. Готово! А, замечательно. О, Серёжа! Что? А я знаю, что мы сейчас будем делать. А нос и рот. Вот у меня фломастер есть. Пожалуйста, нарисуй. Хорошо. Нарисуй. Подсказывай. Нос какой у нас будет? Точечкой? Ну, наверное, точечкой. Ну, пускай вот будет точечка и небольшой рот. Отлично. Это у мамы? Да. А вот и у малыша. А у малыша такой маленький. Носики и ротики мы нарисовали. Осталось нарисовать шёрстку. А, шёрстку? Да. Вот здесь рисуем её на спинке. Просто чертим вот такие мелкие полоски. Это всё надо закрашивать? Нет, нет, нет. Всё не надо. С краешку достаточно. Ведём вот такую линию из мелких полосок. Да, забавная шёрстка. Смешная, я даже сказал. Готово. И теперь будем делать большие лапы с когтями. С когтями. Что, они страшные получатся, Серёжа? Нет, они на самом деле не страшные. Но ленивцам нужны крепкие и сильные лапы. О, дай мне вот это когти будут, прищепки. Для мамы мы будем использовать большие прищепки, ну а для малыша маленькие. Дай мне, пожалуйста, Серёжа, ты здорово придумал. Держи. Прищепки, лапы. Хвалю, хвалю. А, а, ой, Серёжа. Что такое? Давай, давай. Эти ленивцы, что они, хищные, что ли? Нет, нет, ни в коем случае. Они очень добрые. Приклеиваем прищепки с одной стороны при помощи клея пистолета. Ну, к примеру, вот так. Капелька клея. Да, а будут держаться. Будут, будут. Здесь и чуть ниже. А маленькому ленивцу мы такие же прищепочки будем приклеивать? Нет, 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 нет. Как я и говорил, используем маленькие прищепки красивого фиолетового цвета. Готово. Ммм, красота, Серёжа. Смотрите, ребята, теперь прищепками легко прикрепить наших ленивцев к веточке. А, точно, мама-ленивец лисит на дереве. И малыш рядышком, наверное. А малыш держится за маму. За маму, ух ты! Наша поделка готова. Ребята, а вы смастерите своих ленивцев. Тем временем занятие в мастерской закончено. До новых встреч! С добрым утром, малыши!